Дендрарий – парк деревьев и лесов. Много там тенистых уголков. По дендрарию с классом мы гуляем, флору дальневосточную изучаем. Это стихотворение Вероника Барт написала специально для будущей азбуки Хабаровска. Из множества достопримечательностей города девушка выбрала любимое место для прогулок – старейший на Дальнем Востоке дендрарий. Он находится недалеко от моего дома, и мы с родителями часто там гуляем, и я решила выбрать этот парк. А я гуляла, и у меня прям вдохновение такое. Я думаю, напишу стих. Ну, такой коротенький, но мне прям вдохновение в голову пришло. В азбуке Хабаровска будут не только стихи, которые сочинили дети, но и их рисунки. Сегодня воспитанники Центра внешкольной работы «Планета взросления» готовили иллюстрации для букв от «А» до «Икраткой». Благодаря их рисункам первоклассники быстрее запомнят алфавит и познакомятся с местной историей. Ребята рисовали достопримечательности города Хабаровска, нашу хабаровскую природу. На рисунках, конечно, были заосады, дендрарий, краевая библиотека. Рисовали сказку «Ай-ага». Это ананайская сказка. Девушка, которая очень гордилась своей красотой, но потом превратилась в птицу. Коренные народы Хабаровска, персонажи их сказок, национальная одежда и обряды – все это также будет в новом букваре. Сначала мы планировали, что азбуку получат все первоклассники, которые в этом году пойдут в школу. Их будет примерно 8,5 тысяч. Ну а так как у нас появились новые участники, авторы, то, конечно, тираж будет увеличен на их количество. Я думаю, что мы сделаем тираж больше, чем в 9 тысяч экземпляров. Финальная встреча, на которой дети подготовят иллюстрации к буквам от Х до Я, состоится 19 июля в Музее истории города Хабаровска. Там же пройдет и презентация тестового варианта букваря. Александра Пескун, Степан Крокус, Смотри, Хабаровск.